Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 13 июля 2023 года. Я хотел бы представить вам очень интересную фигуру, историческую фигуру интересного человека Джона Ли, человека на грани магии и науки. Джон Ли считается очень авторитетным математиком, астрономом, изобретателем, в то же время магом, чародеем, алхимиком, как только его не называют. В основном он известен тем, что он сыграл очень важную роль в истории Великобритании, будучи придворным астрономом королевского двора и ведя переписки, участвуя в разных политических комиссиях Великобритании, внеся существенный вклад в историю этой страны. За свою долгую жизнь Джон Ди успел сделать немало также и для науки, немало интересных открытий в сфере науки. Правда говоря, конечно же, о науке того времени, науки 16 века следует отметить, следует обратить внимание на то, что она жила в неразлучном союзе с магией. Джон Ди родился в 1527 году в Лондоне. В 15 лет сын торговца тканями поступил в колледж Святого Джона в Кембридже. Там он зарекомендовал себя как одаренный ученик, старательный ученик, ученик, которому очень интересно изучать все области человеческого познания. В этом же месте Джон Ди разработал для себя график, которым он придерживался на протяжении всей своей жизни. 18 часов на изучение, на занятия и чтение, 4 часа на сон и только 2 часа он отводил на все остальное. В 1546 году, после того, как Генрих VIII основал Trinity College в Кембридже, Джон Ди был приглашен в его совет и стал помощником преподавателя греческого языка. Через некоторое время он решил продолжить науку, изучение, обучение и уехал учиться в один из старейших университетов Европы во фламандском Левеле. В это же время он читал лекции в Парижском университете. Вскоре после своего возвращения он все-таки после обучения решил вернуться на родину в Великобританию. Он был принят как королевский астроном, астролог при дворе юного короля Эдуарда VI. Существует мнение, что Джон Ди оказывал какие-то очень особые личные услуги королю, за которые он был щедро вознагражден. Все это время он не забывал заниматься наукой, как точными науками, так и акульными. В 1561 году он дополнил и расширил книгу по алгебре основы искусств Роберта Реккорда, который всего за 4 года до этого предложил использовать в математике знак равенства. В 1583 году он принял участие в реформировании британского календаря, он был включен в комиссию. Однако, хотя он же был сторонником ведения нового Григорианского календаря, комиссия большинством голосов решила воздержаться, и Британия жила по Ильянскому календарю вплоть до 1752 года. Существуют легенды, сплетни о том, что Джон Ди сыграл очень существенную роль в победе британского флота над королевской армадой Испании, короля Филиппа в 1588 году. Дело в том, что по поручению королевы Елизаветы, Джон Ди был отправлен в Польшу, в Краков, где все это время находился, и существует версия, что находясь там, он умело добывал информацию, перехватывал приходящие из Ватикана сведения от испанцев, о намерениях испанцев, и передавал эту информацию во Великобританию. Ни круг без линии, ни линия без точки не могут быть созданы искусственно. Следовательно, благодаря точке и все вещи начинают проявляться в принципе. Спасибо за ваше внимание. Желаю вам хорошего рабочего дня. До завтра.